Я начальник отделения охраны общественного порядка ВД города Саратова, зовут меня Геннадий Александрович. Да, я только что сейчас еще не вышел из ВВС, я, значит, подписал все свои документы, вот ВВС, вот сотрудник, который меня тоже снимает, вот, я получил все свои документы, вы меня усадили, и, значит, у нас с вами сейчас идет официальный разговор. Официальный или неофициальный? Официальный разговор. Официальный, но у меня сейчас нет представителя, представитель мой на улице. Ради Бога, время содержания не закончится, поэтому вы находитесь еще здесь. Да, да. Время освобождения у вас в указанное время вы отсюда выйдете. Ага. Значит, господин Байрамов, официально предупреждаю вас по порядку и проведению публичных мероприятий на территории города Саратова, в том числе и Саратовской области. Уважаемый, извините, а я ничего уже не подавал, я здесь пять дней сидел. Я вас на будущее предупреждаю. На всю оставшуюся жизнь? На всю оставшуюся жизнь. А как так возможно? Вы допреждаю. Ну честно. Разъясняю, так сказать, будем уточняем, разъясняю порядок проведения публичного и организации публичного мероприятия. Значит, напомню, что у нас есть 54-й федеральный закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пакетировании. То есть публичные мероприятия вносит у нас открытую и мирную форму. Значит, напомню, что уведомление у нас положено подавать в органы местного самоуправления в соответствии со статьей 7-й федерального закона о митингах, демонстрациях, шествиях. Значит, уведомление подается за 10 суток до проведения мероприятия, кроме одиночного пикетирования. Я попрошу, вот это вот вокруг себя не делал, все равно, что все-таки в режиме помещения, съемка здесь поясняется. Не знал, все, не вопрос. Меня, пожалуйста, сотрудник, который... Не вопрос, все понял. Документ, который вам представили, пожалуйста, но не более. Не вопрос. Обеспечить в том числе сохранность зеленых насаждений и целостности имущества. Значит, организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок или орган местного управления оно было несогласовано, либо изменено по мотивирующим обстоятельствам. Также в рамках 114-го федерального закона о противодействии экстремистской деятельности участник массовых акций запрещается иметь при себе предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью гражданам, материальный ущерб физическим и юридическим лицам наносить. При поведении массовой акции не допускается привлечение для участия в них экстремистских организаций, используя их символики или атрибутики. Значит, также я вам напоминаю, что за нарушение действующего законодательства у нас есть админициативная ответственность, это 20.2, 20.2, часть 2, 20.18, блокированной транспортной коммуникации, и уголовная ответственность по статье 212 Уголовного кодекса. Также у нас есть статья 1.1 ЗСО Саратской области, это нарушение тишины. Статья 280 Уголовного кодекса по публичной призыву к осуществлению экстремистской деятельности, 282, прямовая организация экстремистского сообщества, и 282, часть 2, УКРФ, организация деятельности экстремистской организации. Значит, это я вас предупреждаю по поводу предстоящих, то есть планируемых на будущем ваших мероприятий. А я не знаю, какие я буду планировать. Если вы не планируете, вас это ни к чему обязывает, я вам разъясняю, предупреждаю, если в случае нарушения общественного порядка, как организатор, где вы выступаете организатором, соответственно, вы будете привлечены либо к административной, либо к уголовной ответственности. А вообще это чем предусмотрено? Вот это официальное предупреждение, оно в связи с чем вызвано и предусмотрено? У нас было, значит, меня сейчас вот осудили по 20.2, часть 2, я отбыл административный арест, всё, у меня больше никаких на данный момент и на момент отбытия мной административного ареста нет никаких заявленных публичных мероприятий. Я сейчас вот ещё даже не планирую, я планирую помыться, ну давай честно, планирую помыться, а не проводить публичные мероприятия. И вот это официальное предупреждение, оно нас, как вы говорите, ничем не обязывает. На самом деле, вот мы сейчас, у меня будут встречать 6-7-8 человек, вы можете это уже расценить как публичное мероприятие, и что я сейчас обратно поеду сюда, на ЭВС. Мы зафиксируем, всё происходящее, если будет основание, мы составим административный материал, привлечём эскорист. То есть, вот эта бумажка на всю жизнь, да, вот всё, вот я уже теперь должен ходить по струнке, и любой... Законно послушный, гражданин, вы обязаны ходить по струнке, соблюдать законодательство нашей страны. Я его соблюдаю, только вот оно у нас двоякое. Ну и что, вот это я подписывать не буду, почему? Потому что вот у нас предупреждаю Байраму, вот читаю, предупреждаю, Байраму по порядку организации и проведения публичного мероприятия, планируемое вами, а у меня ничего не планируется. Ну, у меня-то ничего не планируется. На будущее. Ну, на будущее, вот когда я буду, вот, господин майор, когда я подам уведомление, подведу к Паше Грищенко, который меня оболгал в администрацию, буду подавать. Приходите, пожалуйста, как в прошлый раз, давайте мне официальное предупреждение, которое я подписал в прошлый раз, да, после отказа, и у вас это зафиксировано на видео добровольно. А сейчас я что должен подписывать? Ну, по-честному. Давайте сочтем это предупреждением на будущее. Давайте сочтем дружеской беседой тогда. Не вопрос. Все, меня спокойно сейчас выпустят? Меня сейчас спокойно выпустят? Меня сейчас арестуют по каким-то другим моментам? Нет, если он будет ничего не нарушать, вас не арестуют. Ну, как, и, конечно, ничего не задержат. Вас не арестуют, это не задержит. Арестовывает суд у нас. Хорошо, он задержит. Мы с вами провели профилактическую беседу, непопущение на будущее, разъяснительно хотите работать. Спасибо. Время. Еще у нас 5 минут. Можно я на улицу поставлю? Нет.